Не было воды целую неделю. У нас все-таки дети здесь маленькие, все, им же мыться-то надо. Историю исчезновения воды люди рассказывают уже раз в десятый. Сегодня их слушает полномочный представитель Виктора Зимина. Елена Аникина – этакий третейский судья в конфликте местной власти и жителей. Она приехала в Воросительный, чтобы понять причину пропажи воды. Мне поручено выяснить ситуацию, как обстоят дела, то есть какие пути решения. А вот сейчас встретились с несколькими жителями. Насколько я поняла, у железнодорожников, либо людей, кто работал на железной дороге, подвоз воды осуществляется регулярно. У остальных жителей с водой есть проблемы. Есть два вида воды. Одна техническая для полива огорода. Ее люди брали в канале. Другая – питьевая. Ее должен привозить сельсовет. Водовоз забыл сюда дорогу полторы недели назад, говорят люди. А в канале жидкости и вовсе нет с весны. Она уходит к кореции. Они перекрывают. Капусту садят, арбузы, дыни. В итоге жителям приходится считать буквально каждую каплю. Те, кто получают воду от РЖД, уже давно делают заготовки на зиму. Те же, кто получают воду от сельсовета, пытаются спасти хотя бы часть урожая. Но пока получается это плохо. К примеру, сегодня полили только одну маленькую грядку. И то водой, которую купили на собственные деньги. Морковке, можно сказать, повезло. Но остальные овощи продолжают засыхать. Встретиться с жителями именно сегодня решили и сразу два руководителя. Глава района и сельсовета. Которые с прошлой пятницы не выходили на связь с нашей редакцией. Оба чиновника обоснованными считают только претензии по питьевой воде. То, что сорвались, то тут будем говорить в две недели, в неделю, в две, в десять дней не было воды. Сорвались, да, прозевали. Эту вину мы принимаем на себя, мы ее устраним. А вот по поводу высохшего канала ответы глав расходятся. Григорий Митюхляев говорит, канал расчищен и никто его не перекрывает, как думают жители. Тут же Виктор Репчевский призывает объединиться в борьбе с теми, кто все-таки ворует воду из канала. Оно и получается, что у одних нет полномочий, у других воду-то надо, да? Ну а если воду надо, ну давайте и организовываться. Так называемое самоуправление-то должно и двигаться в этой части. А вот глава сельсовета уверен, в бедах людей виновата природа. Чтобы доказать это, он повез съемочную группу и третейского судью туда, где вода исчезает. Вода не идет туда вообще, потому что уровня воды в реке УИБАТ нету сегодня. Климатические условия меняются, да. Обильно солнце, засуха и верховьев реки УИБАТ нету такого запаса уровня воды, чтобы могло бы обеспечить полностью воду наросительной. Чтобы решить проблему, нужны миллионы, говорит глава. Есть несколько вариантов. Можно провести водопровод от станции Хоных, нужно около 10 миллионов. Можно углубить канал, тоже дорого. Бурить скважину выросителям бесполезно. Вода, если и есть под землей, то непригодная. Солей много. Единственный выход на сегодня – привозная жидкость. Все мнения, предложения и расследования предстоит изучить третейскому судье совместно со специалистами разных министерств. Полномочный представитель главы Хакасии говорит, ответить на вопрос, виновата ли природа в исчезновении воды или корейцы и их поля, сможет только эксперт в области водоснабжения. Такого постарается найти в ближайшие дни. Он проедет вдоль всего канала и определит, в чем дело. Мария Дудник, Дарья Зорова, Новости, 7-й телеканал.